добрый день дорогие друзья шаббат шалом мы продолжаем наше изучение торы недельная глава мор главе мор седьмой день в субботу тура делится на части это субботний раздел написано что вышел сын израильтянки он же сын египтянина и ссорились сын израильтянки с израильтянином и оскорблял сын израильтянки и машема и вот перевели его к машин для вынесения решения как с ним поступить что маша делает он не знает ответа он спрашивает у всевышнего что делать всевышний говорит что это карается смертью самой тяжелой казни побиение камнями что же на самом деле произошло дело в том что была женщина звали шаломит дочь деври она была из колена дана замужняя женщина и имя указывает на то что она всем говорила шалом приветствовала веселая такая была она была из болтливых женщин и везде так людей приветствовала что несоответствовала это скромность еврейской женщины ее муж которого называли авирам это колено риувена он был надсмотрщиком еврейским в египте пришел надзиратель египтянин гнать его на работу и тут шаломит ему говорит шалом улыбается все и он понял что она ему намекает что хочет с ним переспать он погнал авирама на работу а сам под видом мужем пришел туда ночью зашел к ней она даже не поняла что это ее муж и он с ней переспал пишется что за ее поведение всевышний ее не спас авирам приходя с работы он увидел как от его шатра отходит египетский надзиратель и он понял что произошло и он хотел развестись со своей женой у нее был брат которого зовут датан и этот брат сказал авирам чего это ты с ней разведешься он ее изнасиловал она не хотела этого а то говорит нет раз такое произошло я с ней разведусь египетский насмотрщик понял что дело плохо потому что по египетским законам надзиратель этот его могли казнить за то что он переспал с сужой женой и он решил убить авирама он его начал на работе избивать зверски тут написано в торе что машев вышел посмотреть на братьев своих которых египтяне порабощают и он увидел как египтянин избивает еврея он посмотрел туда и сюда чтобы никто не слышал как он назовет тайное имя всевышнего он называет тайное имя всевышнего и египтянин тут же умер все маша скрыл труп песке египтянина теперь это уже на другой день маша вышел и тут датан с авирамом спорятся чуть ли не до драки маша говорит зачем тебе брежнева своего и они ему сказали неужели ты хочешь убить меня как убил ты египтянина маша говорит стало это известно в общем случилось то что они предали маша рассказали фараону что он убил египтянина фараон хотел убить маше и его приговорили к смертной казни без всевышнего тут не обошлось когда палач бил мечом по шее маше всевышний сделал шею мраморной и меч поломался все ахнули что произошло этого никто не ожидал пока все ахнули маше сбежал и сбежал он в страну куш это эфиопия и там он жил пока дослужился до царя но это уже дальше потом поговорим в общем ситуация такая всевышнего приговаривают к смертной казни такой тяжелой не за то что ссорились этот сын египтянина который родился шаломит и этот мужчина из колена дана они поссорились на базе чего пришел этот сын египтянина и поставил свой шатер в колени дана тот сказал ты не имеешь права так поступать потому что колено определяется по отцу у тебя отец не из колена дана поэтому ты живешь в другом месте он говорит чего это мне мать из колена дана это и он не знал всего этот ему сказал что твой отец был египтянин который убил маше он назвал тайное имя он умер и тот начал оскорблять имя всевышнего в общем может быть за то что его отец погиб египтянин в общем не за то что они ссорились именно то что он оскорблял имя всевышнего а это так пройти не может это очень большой грех именно поэтому его приговорили смертной казни это казнь приводит приводится так производится так человека сбрасывали со скалы если он еще живой добивали еще бросали в него глыбу какую-то каменную и он погибала самая страшная казнь из четырех и естественно эта казнь исправляла тот поступок который он сделал естественно он получал уже жизнь будущем мире но такой страшной участью вот так мы должны задуматься перед тем как что-то говорить особенно в пылу мы должны хорошо подумать стоит ли что-то произвести или нет и обычно за гнев как говорит рависхаклурия своим ученикам самое большое количество постов чтобы искупить этот грех гнев на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души маша больше вен-давид бэрта батасриэль памяти павел бенефим яков бенахмон владелин григорий за здоровье дэвид бен стела светлана ботклара шолом юна бен сара шимон бен эскак инна ботмира борис бен мария мощи бен маня анна бот ривка рафель бот лилия полина перба соня сура лена ботклара стела боттейла жени ботида инна ботдора анна бот елена старислав бен рахель и фильм бен эстер двойра бот миря моисей бен ева ирина бот двойра йосиф бен раиса инесса ботбейл елена ботинеса ольга бот светлана йосиф дам бен цара таня бот хрида ида бот рива вадим бен татьяна юлия бот бэлла яков йосиф бен архель шимон бен мира фейга бот берта ася бот года марк беннина ира бот вера лёр бен клара рафаэль бен клара хана цепора бацара ида бен хая а вива ифим бен соня мая бот фаина алексей бен ольга клара бот броня гая бацери масло бораса сгул а ирина бот ри а рона ремен ри за хороший дух а рона ремен двора дизвина хом авигаль бацара хана бот обрагам рафейн эри лебен лариса галлия бот гидалия парасай бьют ларир бен рая анна бот александра марина бот рая бриз бен марина алексей бен наталья всего хорошего олегу марченко всем броха пармасакам она мазал то что мы это время не грешили учили торм всем желаю крепчайшего здоровья пусть срочно такой страшная война. И до следующих встреч, которая состоится, надеюсь, в Йом Решон в 3 часа дня. Шалом! Шаббат шалом!